Итак, у нас сегодня, как мы обещали, будут подарочки, подарочки от Министерства по чрезвычайным ситуациям, МЧС. Сегодня День Спасателя, и не они получают подарки, а они подарками собираются одарить наших слушателей. Так вот, подарок сегодня у нас, вот знаете, как в фильмах различных показывают, когда что-то случается, главный герой попадает в какую-нибудь заварушку, приезжают там на спасателей, их, американские, да, они обычно главного героя таким пледиком или одеяльцем накрывают, чтобы он согрелся. В общем, посыл такой тепла, доброты и душевного какого-то такого, да, спокойствия. Так вот, есть у нас плед от Министерства чрезвычайных ситуаций, и он сейчас на кону. Кстати, очень красивого, яркого, просто яркого апельсинового цвета. Да? Я даже не посмотрел, кстати, какого. А я посмотрела, да. Лебопытное. Хорошо, плед на кону, как его получить? Сейчас мы задаем вопрос, который, так или иначе, связан со службой спасателей. Вам нужно будет дать правильный ответ, ну и присылать свои правильные ответы нужно будет к нам в наши мессенджеры или в, пожалуйста, смс-сообщение. Да, номер для смс-сообщения 9240, услугоплатная, но недорогая, Viber или Telegram, можно найти по номеру 7158472, код 044. Первый правильно ответивший и получит подарок от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Итак, внимание, вопрос. Он такой, больше на скорость, чем на знание, но мне кажется, что многие ответят и справятся правильно. Итак, как в старину называлась пожарная вышка, ну а сейчас иногда называют очень высокого человека? Вот такой вот вопрос. Как? Как в старину называлась пожарная вышка, ну а сейчас называют очень высокого человека? Ждем ваши варианты. Еще раз напомню, 9240, короткий номер для СМС, сообщение, услуга платная. И номер в Вайбер и Телеграм, 7158472. Доброе утро. Так, несколько минут назад задавали мы вопрос, обещали за правильный ответ. Ну, человеку, кто первым разгадает правильный ответ на этот вопрос, плед от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ну и обещание свое сдерживаем. Я просто напомню, вопрос заключался в следующем. Спрашивали мы, как в старину называлась пожарная вышка. Ну, а сейчас иногда так называют очень высокого человека. Но вот сразу несколько вариантов, я так понимаю, ориентировались на вторую часть вопроса, потому что пришли ответы дылда. Вообще было бы смешно, если бы именно так называлось. Но на самом деле нет. В старину пожарная вышка называлась каланча. Ну и так иногда называют, да, действительно высокого человека. Спасибо всем, кто отвечал. Ну, но первой с заданием... Да, наша слушательница Елена. Елена, 887, заканчивается номер. Елена, мы вас поздравляем, вам остается плед. Да, сейчас вне эфира обязательно расскажем, как забрать свой подарок. Поздравляем вас, конечно, с этим красивым, приятным, мягким, обалденным трофеем. А всех спасателей, по случаю, в общем-то, профессионального праздника, мы, Саша, еще раз поздравляем с этим самым праздником. И будем надеяться, что вы всегда будете рядом с нами. Это точно. Ну, а, кстати, такая минутка исторической справки. Оказывается, что слово каланча вообще пришло к нам из арабских языков. Вот тебе на. Да, потому что, например, в турецком, куда оно так же пришло из-за арабских различных языков, да, вот это вот слово кала обозначало крепость. И изначально вот эти башенки, которые, это были крепостные башни, но впоследствии их строили для того, чтобы наблюдать за городом и своевременно выявлять очаги пожаров. Вот так вот. Кстати, если вас интересует вообще вот история этого дела спасателей, то я бы рекомендовал посетить музей огня, который находится в Минске. Ну, так неофициально называется Центр обучения с новой безопасностью жизнедеятельности при Минском городском управлении МЧС. Но вот когда-то давно, когда журналисты Вечерки в нем побывали, они написали музей огня. И вот эта вот фраза, да, она прижилась. Музей довольно интересный. Я там вот бывал несколько раз сам, ну, возможно, взрослым будет, ну, не так, чтобы интересно, но вот если отправитесь с детьми, то, во-первых, научите их хорошему, это раз, а, второе, действительно, музей им точно понравится, так что музей огня рекомендую для посещения. Прислушайтесь к Сашинам советам, он никогда плохого не подскажет.